Библейский портал экзегет.ру представляет Первая глава, он вводит такие понятия, как искушение, истинное благочестие, говорит, что искушение, это на самом деле полезно, это хорошо, когда вы впадаете в искушение, важно только выстоять. А вторая глава, ключевая для данного послания, он излагает свой тезис «Вера без дел мертва», то есть невозможно говорить о своей вере, если ты никак ее не доказываешь своими поступками. А третья переходит к практическим наставлениям. И, казалось бы, вот такая интересная тема, здесь он немножко даже спорит, я бы сказал, с Павлом, который говорит о спасении веры, а не делами, он говорит, ну как же, вот без дел никакая вера, на самом деле не может считаться верой, и вот это все очень важно. Павел целое послание к римлянам написал про веру и дела. Иаков, давай тоже напиши глав так 10 на эту тему, нам же интересно услышать, как ты богословствуешь. Он говорит, не нужно, чтобы многие из вас, братья, становились учителями, знаете, что нас, учителей, судить будут строже, ведь все мы допускаем много ошибок. Вот как хорошо человек богословствует, да? Вместо того, чтобы сказать, все еретики, один я знаю правду. Молчите, сейчас я вас научу. Нас, учителей, судить будут строго, мы все много ошибаемся. И я в том числе, говорит он. А кто не ошибается в речах, тот свершенный человек. И может обуздать себя в полной мере. А такой не будет ругаться, спорить, еще чего-то делать. Он прекрасно, он достиг совершенства. Самое главное, вот себя сдерживать в речах, говорит он. Потому что в поступках мы как-то еще сдерживаемся. А слово не воробей, вылетит не поймаешь. Потом будешь долго жалеть. Поступок еще совершить надо. Какое-то должно усилие произойти. А вот слово совсем легко выскакивает. Так мы и коням вставляем в роту дела, чтобы починить их себе и управлять ими в полной мере. Так и с кораблями. Как они невелики, как не сильны ветра, что ими движут. А с помощью совсем маленького руля кормчий направляет их куда пожелает. Так и язык. Малая часть тела, но многим хвалится. Вот язык самый опасный у человека. Потому что как кормчий или как конь может понести куда абсолютно не хочешь. И малейший огонек может поджечь груду дров. Вот и язык такой огонь. Он создает внутри нас целый мир неправды. И так оскверняет нас целиком. Воспламеняет все течение нашей жизни. А сам воспламеняется от гиены. Создает внутри нас целый мир неправды. Или начинает приукрашивать неправду внутри нас самих. Мне очень нравится это выражение. Смотрите. Вот кто такой лжец? Вот что он делает? Нет, ну мы все иногда говорим не точно, плохо помним. Иногда там может быть чего-то с болтнем не подумав. Да, это не про то. А вот кто такой сознательный лжец? Человек, который выстраивает внутри себя целый мир неправды. И начинает этот мир приукрашивать. Да, вот оба значения оригинала здесь очень хорошо подходят. Кто заменяет реальность вот этой выдумкой. Сам начинает в нее верить. Начинает ее защищать. Начинает вокруг нее выстраивать какие-то заборы. Украшать ее всячески. И тогда человек выпадает из этого мира. Он из реальности уходит. Он с Богом тем более не может договориться. Потому что Богу он показывает не себя. Он показывает какую-то картинку про выдуманного человека. Животные, какой бы они ни были природы. Звери и птицы, пресмыкающиеся и морская живность покоряются человеческой природе. Или уже покорились. Домашние и дикие. Домашние уже покорились. Дикие. Ну, в принципе, покоряются. Вот львов и то ловят. И в зоопарк сажают. Хотя, может быть, это не очень хорошее решение. Но, тем не менее, человек с ними справляется. А покорить собственный язык не в силах никто из людей. Не сдержать этого зла. И яд его смертелен. Языком мы благословляем Господа и Отца. Но им же и проклинаем людей, рожденных по образу Божьему. Из одних и тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, быть так. Так, бывает ли такой источник, чтобы из него текла и сладкая, и горькая вода? Не может, братья, моя смоковница приносить маслины, а виноградная лоза смоквы. И соленый источник не даст воды пресной. Ну, и, соответственно, язык, который благословляет Бога, не может произносить проклятие и руганье. И наоборот, ругающийся язык не может благословлять Бога, потому что горькая и сладкая вода смешаются, и все будет горьким. Грязь пачкает. Если чистое смешать с грязным, все будет грязным. Есть среди вас человек мудрый и знающий? Вот вы хотите богословие, но это дело мудрых и знающих. Есть среди вас такое? Пусть он докажет это на деле, добрым поведением и кроткой мудростью. Не знаниями, не речами, не трактатами богословскими, а поведением. Вот глядя на этого человека, вы скажете, вот действительно мудрая жизнь. Но если на сердце у вас жгучая зависть и раздоры, хвалиться вам нечем, не лгите против истины. Не та эта мудрость, что приходит свыше, а земная, душевная, бесовская. Да, может быть, очень мудрая ругань, ну, мудрая в кавычках, да, то есть изощренная, тонкая, глубокая. Не только ругань, но и всякая славная, остальная словесная грязь. «Где зависть да раздор, там мятеж и всякое мерзкое дело. Та мудрость, которая приходит свыше, прежде всего чиста. А кроме того, она несет мир, владеет собой. Она послушна, исполнена милости. Плоды ее добры, она беспристрастна и непритворна. Праведность мирно сеет в своей семье, но принесет плод тем, кто трудится ради мира». Вот начинаются богословские споры часто. Яков ведь самых, ну, почти начинает. Он Павла возражает во второй главе, как-то с другой стороны описывает. «Вопрос о спасении». И тут же себя дергивает. Он говорит, вот практически вся третья глава – это такое примечание ко второй. Он говорит, ну, я не хочу влезать в богословские диспоты, потому что все мы ошибаемся. Все мы люди, все мы неполны, неточны. Все мы склонны выдавать вот свое видение за универсальное. И в чем, собственно, мудрость свыше? Вот много учителей, много разных проповедников, много богословов, много там, да кого угодно, ораторов, политиков, литераторов, там, журналистов. Вот мы живем в мире, где очень много слов, правда? Как узнать, какие слова от Бога? А кто больше цитирует отцов или Библию? Или кто говорит, так сказать, слаще? Кто, наоборот, может быть, громогласно вещает и упрекает людей в их грехах, призывает к покаянию? Да нет. Мудрость, которая свыше, чиста, несет мир, послушно исполнена милости. Если эта мудрость вносит разделение, раздоры, злобу, ненависть, она не мудрость. Праведность мирно сеет свое семя, она приносит плод тем, кто трудится ради мира. Мир, вот один из ключевых критериев, да, и то, что приносит мир, то есть добро. То, что приносит раздоры, явно не добро. И вот об этих раздорах он подробнее поговорит в четвертой главе.